Участники военно-исторического клуба «Гарнизон» своим появлением в школе тут же привлекли внимание десятков учеников. Ведь на них была надета настоящая военная форма времени Великой Отечественной войны. К тому же, разложив привезенные с собой пистолеты, автоматы, гранаты, каски, любопытной молодежи трудно было пройти мимо. Ребятам это интересно. Более того, одна из целей – это призвать ребят приходить на наши мероприятия. У нас в этом году два больших мероприятия, проводимых клубом, в которых может принять участие каждый учащийся. Каждый вообще гражданин города Бреста, все, кто в нем проживает, это акция «Бессмертный полк», где горожане выйдут на 9 мая, возглавят колонну города, торжественную с портретами своих дедов воевавших. Это 22 июня, где мы проводим самую масштабную реконструкцию Республики Беларусь, проводится над силами нашего клуба. И в этом году наслаждается не менее 500 участников из 8 государств. Такие уроки для нашей школы, наверное, актуальны особенно, потому что наша школа носит имя первого героя Беларуси Владимира Николаевича Корвата. И поэтому, в общем-то, деятельность воспитательной нашей школы, она и основана на воспитании гражданско-патриотических качеств у наших учащихся. Поэтому встреча, которую провели сегодня, мне кажется, она особенно влияет на детей именно тем, что здесь идет живой разговор тех людей, которые чтят традиции. Гарнизоновцы стараются сохранить и передать молодому поколению завещанные нам от отцов и дедов такие понятия, как честь, слава, доблесть. Нужно ли, интересно ли это молодому поколению? Судя по восторженным и внимательным взглядам ребят, да, и нужно, и интересно, и необходимо. К тому же урок мужества прошел достаточно в свободной форме. Ученикам даже довелось примерить на себе настоящую военную форму 40-х и подержать в руках оружие. Участники военно-исторического клуба «Гарнизон» доносили дух того героического времени, о котором нельзя забывать, и им это удалось. Наверняка этот урок мужества школьники запомнят надолго. А это и есть то чувство патриотизма, о котором так много говорят. Эти люди нас воспитывают патриотизм. То есть я лишний раз убедилась, чем сражались наши солдаты. Мы сравнили то, что было у немцев, что было у нас. Кажется, простые вещи, даже если взять то, чем добывали пищу, то, чем питались, даже элементарные ложки. То есть, несмотря на то, что у нас не было ничего, мы одержали победу, одержали благодаря душевному состоянию. Мы отстояли это. Мне очень понравилось сегодняшнее мероприятие. Я любительница посмотреть военные фильмы. Мне нравится смотреть все, что связано с войной. Какие-то оружия я знала. Вот сегодня я узнала о оружии МП-40. Очень познавательное оружие. Не знала об этом оружии, что с левой руки нужно. То есть мне это было интересно, познавательно. Традиции поколений останутся неизменными до той поры, пока будут интересны и нужны. А интересны они будут, если подойти к их организации с душой. Сегодняшний урок мужества – наглядный пример того, как следует это делать. К тому же очень скоро День защитника Отечества и празднование 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Даты значимые и весомые, в том числе и для школьников.